Какое удостоверение? У него может быть паспорт только. Фамилию эту вашу можно узнать? Мадам, что вы так дерзко хватаете за камеру? Ваши действия зафиксированы. Как-как? Окей-окей, ладно, разберем потом на записи. Да есть кнопка. Нету. Нет, это стенды. Здесь ничего нет такого. Нам нужна там информация. Ну что, кнопки нет? Нет никаких кнопок только одна. Видно, траурная тематика. Знаков, знаков, предупреждающих о том, что отдел полиции здесь тоже нет. Ну так-то да. А раньше вообще не попасть? Нет, раньше так. Все, клетка. Ой-ой-ой. А как сюда попадать? Нет, сломанный. Ой, а можно мы пройдем? Почему? Здрасте. А можно пройти к вам? Ну к вам. У меня пока нет вопросов. Пока. Ну пройти-то мы можем? Стенды прочитать для граждан? А вот на улице то же самое. Да не то же самое там. Нет, там нет информации. Как обжаловать действия сотрудника полиции, например, Ваши? Должен быть образец, где нужно почитать, как обжаловать действия сотрудника полиции. Русский, понимаете? Это, кстати, Макс, это тот, который мне отказал в проявлении. Да? Товарищи. Ага. Вот так всем гражданам отказывается. А что мы его покрываем? Не, ну понятно. Давайте, вот смотрите, вот вы говорите, здесь видеосъемка запрещена. Вот она бумажка, да, к примеру? Заней начальника. А на основании чего запрещена? Заней начальника. А тут даже не написано на бумаге, что... Да вы дверь-то откройте, дайте, мы зайдем, уже дальше беседовать будем. Чего вы, как видите, бедный родственник? Я говорю, уберите, пожалуйста, камеру. А если вы, подождите... Это обязательное условие, чтобы пройти в полицию? Это обязательное условие, чтобы пройти сюда? Замочар ответственно. Мы же не в гостиницу пришли, в самом деле, вы дверь-то откройте чего-то. Режимный объект. Да это не режимный объект, вы заблуждаетесь. Я говорю, заблуждаетесь. У граждан нет доступа к режимному объекту. Мы не знаем, что реалисты, а собой бумагу нет, или еще. Не, подождите, секундочку. А вы граждан боитесь? Ну, коль у вас вот так вот даже... Вот смотрите, да понятно, вот я гражданин. Я пришел, чтобы прочитать в вашем отделе стенды для граждан. Вот, висит... Смотрят документы, запустят все, обычные металлоискатели. Кого? А смотрят металлоискатели. А зачем? Не будет запрещенных веществ. Нет, подождите, вопрос, а зачем меня обыскивать? Смотрят металлоискатели. Зачем? А может, у вас могут поселены ученые? Какие, например? Не знаю. Вам надо никакие. Понятно. То есть, смотрите, я хочу пройти к стендам для граждан. Понятно. Я хочу пройти к стендам для граждан, да, прочитать их. Здрасте. Вы ответственны? В канцелярии? Нет? Мне в канцелярию попасть надо. Вам нельзя? Да вы чего толкаетесь-то? А вы кто? Подождите, вы кто? Вы кто есть-то? Нет, я в канцелярию попасть. Нет, я в канцелярию попасть. Ни фига себе. Вот это мы удачно приехали. Вообще мы прям удачно заехали, я тебе клянусь. Что, как впечатление, знаешь? Мне кажется, здесь законы вообще не работают. Молодой человек обратись. Куда? Куда на кнопочку нажми. А вы в сотрудник полиции? Да. В сотрудник полиции? Какие вопросы? В сотрудник полиции? Да, в сотрудник полиции. Каждому дошелся, надо поставляться вообще. А мы жмем-жмем, дудоним-дудоним, а они не отвечают. Че стоп-то? Мы граждане. А вы в отдел полиции? Сотрудники полиции. И че? Я же не знаю. На лбу не написано. Ну что? Вот что? Снопочка. Я хочу туда пройти. Вот сюда набираете, дудон подойдет, а вот сюда пройдет. Да? Да. А так нельзя что? Так нельзя. Так вот, информация для граждан. Это режим набег. Когда сюда... Сияю, он здесь получает. Давайте, короче, начальник отсюда, для ответственного. Я смотрю, нажимайте. Не нужно это мне. Вот я сюда хочу пройти. Смотрите. Вот. Возъявление как написать? Мобочку нажимаете, подходит дежурный. Ну что? Глава проводит, и вы здесь пишете заявление. Да? Да. А так я не могу информацию для граждан пройти, прочитать. Вот она, она доступна. Вы видите, дверь закрывается. И что? Она закрывается. Здравствуйте. Пожалуйста. Пройдем. Документы ваши. Я не могу проделать полиции. Вот давайте, смотрите, поговорим. Ваши документы подожди. Зачем вам документы? Кто вы? Вы кто? Вы свое покажите удостоверение. Мы граждане, вот смотрите, мы пришли к вам в отдел, чтобы прочитать вот эту информацию, которая висит здесь. Данная информация, пожалуйста. Ее на улице нет такой информации. Она здесь у вас всегда в холе висит. Я не жалую, здесь сотрудника полиции должна быть информация. Почему у вас кнопки нету вызова для инвалидов? Вы вообще кто? Какой ужас вы занимаетесь? Я начальник. Так, подождите. Подполковник полиции. Да дайте я посмотрю. Кересленко. Я еще не посмотрел. Кересленко. Не обязан показывать. Нет оснований. Почему? Потому что не хочу. Кто такие? Мы граждане. Какие граждане? Обычные. Подождите. Заместитель начальника отдела полиции. Левобережный, да? Да, Григорьевич, смотри. А почему вы штатский? И почему у вас не пускают в отдел полиции? Граждане. Вот я хочу пройти и прочитать стенд. Стенд, пожалуйста. Да нету там такой информации. Мы имеем право снимать. А стенды мы имеем право снимать. Имеем. Какие документы? А если я не покажу документы? Меня пропустуют жилья. Понятно. Если я не покажу документы, вы меня не пропустите? Посмотрите, я пришел подать заявление по поводу этой бумажки. Кто эту бумажку повешал? У вас в отделе. Где? Вот это. Без письменного разрешения, по-другому съемку исключено. Я повесил. Точно вы? Да. Вот я хочу на вас заявление подать. Держу вручать. То есть смотрите, что вы ее повесили. Ну давайте я напишу про это. У меня нет из собой. У меня нет из собой. Нет. Я гражданин паспорт. Покажите мне. Не хочу. Покажите мне. Зачем? Вот зачем? Что вы мне снимаете? Я гражданин. Я снимаю, как вы работаете. Снимите, пожалуйста. Подожди, а документы для какой цели? Для какой цели? Да. Что ли документы можно? Я хочу посмотреть ваши. Мало ли что хочу. Смотрите, вот вы же начальник отдела полиции. Работаете согласно... А, замначалник, да? Ну да, зам. Начальник. Работаете согласно закону федерального номер 3 о полиции. Я думаю, вы прекрасно должны знать 13-ю статью закона о полиции, где... Да, подождите, мы сотрудничаем. Подождите, мы же еще не закончили. Я вижу. Я вижу. Подожди. В 13-й статье же прописаны четко 4 сроки для проверки документов. Ну конечно. И там нет такого, что человек пришел написать заявление и нужно его отзять. Да. Вы знаете, что заявление, открою вам секрет, принимаю даже без паспорта. Секрет? Я не знаю, что вы меня снимаете. Я снимаю вас. Сейчас говорю, снимаю. Ну увидите, потом не будет. Нет, нет, начальник. Почему вы от темы... Разницы вообще нет. Я не знаю, зачем вы снимаете. Я не знаю, зачем вы снимаете. Я могу на тему снимать. Объясните. А чего от скачать? Вы можете как-то последовательно сговорить? Вы меня не представили. Не обязаны. Не обязаны. Я пришел вот как гражданин, да, в отдел полиции. А если вы гражданин пришел... Вы просите или требуете? Я не требую, а прошу, пока. Ну я вам отказываю. Ну тогда я вам требую действия. На основании чего? Подождите, на основании чего? На основании чего вы будете требовать? Вам документы показать. Я хочу просто, как общаться с вами? Меня Максим зовут. Гражданин. Хватает? Анатолий Петрович. Максим Анатолевич. Так, в связи с чем вы сюда прибыли? Мы сюда прибыли, в связи с чем? Ознакомиться со стендами. Стенды все, пожалуйста. Ну нету там таких. Вот давайте сравним. Давайте сравним ради интереса. И если выявится, что вы нас обманули, вы извините, на камеру, что на улице точно такие же стенды. Зачем я буду? Стадий Викторович. А как? Вы утверждаете, что там точно такие же стенды? Тихо. Так вы нагло врете, получается. Стадий Викторович. Ну вот так. Давайте. А если мне, смотрите, мне пришел ответ с вашего отдела. Но я был в командировке, обратно уехал от почты к вам. Я позвонил в канцелярию, мне сказали, придешь, назовешь номер КУСП, я тебе копию вынесу. Я хочу эту копию ответа получить. Как мне это сделать сейчас? Местный номер КУСП. Зайдите мне номер КУСП, я посмотрю. Вам протектовать цифру? Да. И все-таки как зайти к вам подъем? Покажите мне обустроение личности вашего. У меня отгазы по себе не имеют. Конечно. Вы не понимаете? Ну я не знаю, как они умираются. Да, мам, не умираются. Вот смотрите, я представился, Максим Анатольевич. Нет, террористы, они так не умираются. Ну не умираются. Ну как не умираются. Ну вы посмотрите, сколько про них показывают документальных фильмов и так далее. Они не умираются. 100 ровно 93. Сколько? 100 ровно 93. Смотрите, пожалуйста, что это за 5. Давайте мы пройдем все-таки ознакомимся со стендами. Вы снимаете на дежурную часть? Ничего, можно снимать. Можно. Дежурную часть можно снимать. Вы видите штатскую? Да, почему штатскую не помню? Почему? Вы, наверное, при службе, при при исполнении. Да. Почему вы в штатской находитесь? Нет, разрешено. Как-то разрешено. Потому что вы начали к нам. И что? Ничего. Подождите, сейчас мы пускай проверим. Не, не, понятно. Вы со стендами ознакомимся? Или вы как начальник мне отказываете официально? Да, подождите. Обратите внимание на стены. Стены промерзшие. И это прям снег. Это прям имя. Вот она имя. То есть мы находимся в промерзшем помещении, которое, по сути, как бы улица. И нас не пускают. Давно я такое не видел. Видишь, смотри, скамейка, пожалуйста. Да, да. Пиши, вон, ознакомься. Тут ничего, там ни телефонов, ничего нет на улице. Понимаешь? Информация вообще разница. То есть смотри, вот когда замок этот работал, да, граждане вообще пойдешь. Сейчас просто холодно, он имя покрывается, и поэтому не закрывать до конца. Летом даже вот там не пойдешь, понимаешь? Два кордона, я тебе говорю. Дежурки третий. Дежурки третий. Нет, у них сейчас дверь открыт, Макс. Она тоже закрывается дверь, понимаешь? Не, ну, чудненько, короче, что я могу сказать? Так, это у нас... В чем прикол? Прикол в том, что им удобненько так, понимаешь? Как фамилия? Удобненько. Да на ЭФ, по-моему, как. Да, что-то стало. Оп, 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 оп. Молодые люди. А что вы? С оперативного дежурного родитесь. Да что вы все на оперативного дежурного высылаетесь? Вы что, как фальцейские некомпетенты, что ли, господи? Ну, теперь-то можно нам пройти, ознакомиться со стендами? Зачем? То есть, смотрите, а я заявление хочу написать, вы что, не понимаете, что ли? Италия, вы куда пошли-то? Нет, подождите, какой свободный? Заявление дайте мне написать. Я в КСП писал. Фамилию скажите. Не в КСП я писал, я писал заявление, мне нужен ответ. А я хочу написать заявление, примите вы меня его. Я хочу написать заявление. Я хочу написать заявление. На действия сотрудника Монталу полицейского, по-моему, если я не ошибаюсь. Ваша фамилия как? Я вам назову свою фамилию. Ну, скажите мне. В КСП это что? Есть такое обращение? Вы кто сами? Я заявитель. Ну, покажите ваше удостоверение, если вы заявитель. Какое удостоверение? У него может быть паспорт только. Что я не ищусь. Ручки брать не надо. Все? Убедились? А меня заявление-то примут? Пропустите меня написать заявление. Ну, увидите, я напишу. Ну, скажите мне по поводу... Я не хочу говорить, я напишу. Многое интересно. Вы потом почитайте. А где у вас кнопка для вызова инвалидов? Вот она. Вот она. Ну, вот, наверное. Какая? Там-то, где на улице кнопка? А как у вас отдел полиции понять, что здесь отдел полиции... На улице даже вывески нет. Даже вывески нет. Вы знаете почему? Где? Где написано, что это полиция? Нигде. Нету. Нету? Тут может быть знак. Что? Специально должна быть табличка возле отдела полиции. Шикарненько вы здесь устроились. Я вам скажу. Можно? Вам? Да. Запросто. А мне можно заявление написать? Дежурный. Вам же сказали, что нет. В смысле нет? Я гражданин, пришел... Подождите. Вы что? С ума сошли? Сейчас мы в управление позвоним. Можете принять, пожалуйста, мое обращение по поводу отдела полиции? Значит, смотрите, я сейчас нахожусь в городе Новокузнецк. Тут есть такой отдел полиции, называется Лебебережный. Тольятти 34. Улица Тольятти 34. Так вот, тут такая ситуация, что меня не запускают в отделы, даже в дежурную часть, по сути, ну, вы знаете, да, где информация, там, где телефон доверия, опять же, ваш должен висеть, там, образцы заявлений и так далее. То есть меня внутрь просто не пропускают, и начальник полиции Филипенко, блин, не помню, не помню. Виталий Викторович. Виталий Викторович, он мне сказал «свободен». Свободен? Заявление не принимают. Заявление не принимают. Вот как быть в такой ситуации? Филипенко точно? Да фигу. А он рассказывает, это мой друг, мы вместе пришли. Вот. В смысле смешно, это на самом-то деле грустно. Вы не представляете, как здесь все устроено. Небольшой тамбур холодный с замороженными стенами, решетка с кнопкой магнитной. Да, пожалуйста, и все. Все, кабинеты, я сейчас тревожный дом. Что сделать? Запретите, запрещаю вас вверху снять. Вы не можете нам запретить? Я могу запретить. Нет, пожалуйста, на территорию выйдите, снимайте. По поводу ОСП, что скажете? Я фиксирую. Все. Я считаю, вот смотри, ваше действие, считаю преступление. Я это фиксирую. Ну нажимайте. Я пользуюсь своими ведомственными приказами. Приказы на нас на граждан не распространяются. Вы в курсе? Виталий, что с ОСП, Виталий? Заявление примите. Я его не получал. Заявление примите. Смотри, что творится. А беспредельщики вообще. Сюда идите, Виталий. Все, все, тихо. То есть тут в принципе решетка, где вообще никого не сочетает. Покиньте, пожалуйста, территорию. Заявление примите. Заявление примите. Вы дайте мне копию моего обращения. Ответа, ответа. Дайте мне. У меня нету на руках его. Ну что? Смотрите, решетка не в самом отделе, да? Господи, какой некомпетентный начальник. Это вообще жесть. Здесь вообще невозможно в помещение попасть. Моё, а это обязательно? Ну, можно анонимно. Вы вообще-то можете... С фамилией говори, фамилией говори. Сейчас, сейчас, подожди. Можете прямо сейчас воздействовать, чтобы запустили, дали возможность написать заявление, ознакомиться с материалами, которые на стендах висят? Потому что начальник... Вот, давайте тогда записываем Шпакович Илья Юрьевич. Это я. И еще тут есть два заявителя. Начальник угрожает нажать стелёжную кнопку, что у нас там в полицию живет. Хотя мы пустили в полицию. 16, 8, 84. Фамилию эту вашу можно узнать, мадам? Что вы так дерзко хватаетесь за камеру. Ваши действия зафиксированы. Начальник следствия. Как, как? Наталья, как? Окей, окей, ладно, разберем потом на записи. Начальник следствия, Наталья. Вообще, прям несёт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот, в котором я звоню сейчас. 24, 9 часа. А, ну давайте тогда 999. Ну я вижу, он им не отказывает, они все. Они ненормальные. Вообще, не пойти, ничего страшного. Собственно, безопасность прям плачет по ним. То есть, я пришёл в полицию за помощью, а мне говорят, иди отсюда, дурак. Сан дурак. А вы заявление-то примете? Образцы заявлений, все вот эти информации. Вот туда вообще не запускать. Должен быть свободным доступом. И... Вот как в Кемерово. Пришёл, и всё. А уже дальше там всё было? Связь вообще плохая. Плохо слышно, что-то? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.